Вознесение Иисуса на небеса В моем первом повествовании, Феофил, я написал обо всем, что Иисус делал и чему он учил от начала, до того дня, когда дав через Святого Духа повеление избранным им апостолам, он вознесся на небеса. После своего страдания он представал перед этими людьми живым, со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Божьем Царстве. Однажды, обедая вместе с ними, он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом. «Это то, о чем вы и слышали от меня, потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом». Когда ученики собрались вместе, они спросили его. «Господи, не настало ли время Тебе восстановить царство Израиля?» Он сказал им. «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Сказав это, он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло его от их взглядов. Они пристально смотрели в небо, пока он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах. «Галилеяне», — сказали они, — «что вы стоите и смотрите в небо. Этот Иисус, который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким вы видели его возносящимся». Избрание нового апостола вместо Иуды. После этого они возвратились в Иерусалим, с горы, называемой Масличной, которая находится на расстоянии субботнего пути от Иерусалима. Придя, они поднялись в верхнюю комнату, и там оставались Петр и Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зелот и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Иисуса Мария и его братья. В те дни Петр встал посреди верующих. В собрании было около 120 человек и сказал, «Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через Давида об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Иисуса. Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле, но, упав вниз головой, он разбился, и его внутренности вывалили снаружи. Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своем языке Акелдама, то есть Кровавое поле. Ведь в книге Псалмов написано, «Пусть его жилище будет в запустении, пусть никто там больше не живет, и пусть другой займет его положение». Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, когда Господь Иисус был среди нас, начиная от крещения Иоанна и до того дня, когда Иисус был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем его воскресения. Предложили двоих. Иосифа, которого еще называют Варсавой или Иустом, и Матфея. И помолились, «Господи, Ты знаешь сердце каждого, укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал на это служение. Быть Твоим апостолом вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено». Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфея, который и был причислен к одиннадцати апостолам. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились святым духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им дух. В Иерусалиме в это время находились благочестивые иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и дивясь, они спрашивали, «Разве все эти люди не галилеяне?» Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке? Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, понты и провинции Азии, Фригии и Памфилии, Египта, окрестностей Ливии, прилегающих к Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные в иудаизм, кретяне и арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга, что бы это могло значить. Некоторые же посмеивались. Они напились молодого вина. Речь Петра в день Пятидесятницы Петр, поднявшись вместе с другими одиннадцатью и обращаясь к народу, громко сказал, «Иудеи и все жители Иерусалима, чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. Люди эти не пьяны, как вы думаете. Сейчас ведь всего третий час дня». Но это исполняются слова пророка Иоиля. «В последние дни, — говорит Бог, — я и залью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть сведения, и вашим старцам будут сниться сны. Даже на слуг и на служанок Моих я и залью в те дни Моего Духа, и они будут пророчествовать. «Я покажу чудеса в вышине небес и знамения внизу на земле, кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь, перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Израилетяне, выслушайте, что я вам скажу об Иисусе из Назарета. Бог удостоверил вас в том, что послал Иисуса, могущественными делами, чудесами и знамениями, которые, как вы сами знаете, Бог совершал через Него у вас на глазах. Его, преданного по замыслу и предведению Бога, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. Но Бог воскресил его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах его удержать. Давид говорит о нем, «Всегда я видел Господа перед собой, Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое, и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых, и не дашь твоему святому увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Давид умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. Он был пророком, и зная, что Бог обещал ему с клятвой возвести на его престол одного из его потомков, он, видя будущее, говорил о воскресении Христа, что он не был оставлен в мире мертвых, и его тело не увидело тления. И вот, Бог воскресил Иисуса, и мы все этому свидетели. Он был вознесен и посажен по правую руку от Бога, и, получив от Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. Ведь Давид не поднимался на небеса, но он сказал, «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что этого Иисуса, которого вы распяли, Бог сделал и Господом, и Христом». Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они спрашивали Петра и других апостолов, «Братья, что нам делать?» Петр отвечал, «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали, ко всем, кто будет призван Господом нашим Богом». И многими другими словами Петр увещевал их, говоря, «Спасайтесь от этого развращенного поколения». Те, кто принял его проповедь, крестились. В тот день присоединилось около трех тысяч человек. Жизнь верующих Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Петр исцеляет нищего калеку. Однажды в девятый час, во время молитвы, Петр и Иоанн шли в храм. В это время туда принесли человека хромого отрождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались «прекрасными», и он просил милостыню у входящих в храм. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр сказал, «Взгляни на нас». Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе». Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. Он скачал на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Бога. И все люди видели его ходящим и восхваляющим Бога. Они узнавали в нем того человека, который сидел и просил милостыню у прекрасных ворот храма, и удивлялись тому, что с ним произошло. Речь Петра в колоннаде Соломона Нищий держался за Петра и Иоанна, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Соломона. Увидев это, Петр обратился к народу. «Израэлитяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами и благочестием сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного, и вы просили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя его укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, исцелила его у вас на глазах. Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. Но именно так Бог исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания. Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления, и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. Ведь Моисей сказал, «Из ваших братьев, Господь ваш Бог поставит вам пророка, подобного мне. Вы должны слушать его во всем, чтобы он не сказал вам. И всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа». Да и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Самуила, также предсказывали эти дни. «Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами». Он сказал Аврааму, «Через твое потомство получат благословение все народы на земле. Когда Бог воскресил своего слугу, Он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел». Петр и Иоанн перед Высшим Советом Пока Петр и Иоанн говорили к народу, к ним подошли священники, начальник храмовой стражи и саддукеи, которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что, как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. Они схватили Петра и Иоанна и, так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. Многие же и слышавших весть поверили, и число верующих возросло примерно до пяти тысяч. На следующий день начальники, старейшины и учители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были первосвященник Анна, Кайяфа, Иоанн Александр и все члены рода первосвященника. Они поставили арестованных посередине и стали допрашивать их. «Какой силой или отчего имени вы сделали это?» Тогда Петр, исполненный Святым Духом, сказал им, «Начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенные калеки, и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знайте, вы и весь народ Израиля. Этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли, и которого Бог воскресил из мертвых. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, и который стал краеугольным. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Всех удивляла смелость Петра и Иоанна. Ведь было видно, что они люди не ученые и простые. В них узнавали спутников Иисуса. Видя же рядом с ними исцеленного, присутствующие ничего не могли им возразить. Тогда они приказали им покинуть высший совет и стали совещаться между собой. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили они. «Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать, чтобы слух об этом не распространился еще шире среди народа. Давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили об этом имени». Они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им, «Посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали». Члены высшего совета, пригрозив им еще раз, отпустили их, не найдя возможности наказать, потому что весь народ славил Бога за то, что произошло. Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше сорока лет. Молитва верующих Когда Петра и Иоанна отпустили, они вернулись к своим и рассказали им обо всем, что им говорили первосвященники и старейшины. Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка, ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал Святым Духом через уста нашего Отца и твоего слуги Давида. Зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против его помазанника. Ведь действительно, объединились в этом городе Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народом Израиля против твоего святого слуги Иисуса, которого ты помазал. Они сделали то, что предопределено было твоей силой и волей. И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай твоим слугам смело возвещать твое слово. Протяни руку твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем твоего святого слуги Иисуса. И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие. Единство и взаимопомощь верующих Все множество у веровавших было едино с сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее. Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса. И Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. Эти деньги распределялись каждому по потребности. Например, Иосиф, которого апостолы прозвали Варнавой, что значит сын утешения, левиц Кипра, владевший участком земли, продал свое поле, принес деньги и положил у ног апостолов. Анания и Сапфира Один же человек по имени Анания вместе со своей женой Сапфирой продал свое имение и часть вырученной суммы оставил себе. Причем его жена знала об этом. Остальное же он принес и положил к ногам апостолов. Петр сказал ему, «Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля, до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои? Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу». Как только Анания услышал эти слова, он упал мертвым. Все присутствующие сильно испугались. Подошли молодые люди, завернули его тело, вынесли и похоронили. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петр спросил ее, «Скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю?» «Да», — ответила она, «за такую». Петр сказал ей, «Что это вы сговорились испытывать Духа Господа? Ты слышишь шаги у дверей? Это возвращаются хоронившие твоего мужа. Они и тебя вынесут». И в тот же момент она упала к его ногам мертвой. Молодые люди вошли и, найдя ее мертвой, вынесли и похоронили ее рядом с мужем. Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Знамения и чудеса Через апостолов в народе совершалось много знамений и чудес. Все верующие собирались вместе в колоннаде Соломона. И никто из случайных людей не решался к ним присоединиться, хотя народ их очень уважал. Верующих же в Господа становилось все больше и больше и мужчин, и женщин. Люди выносили на улицы больных, клали их на носилках и циновках, чтобы хоть тень Петра упала на них, когда он будет проходить мимо. И из городов, что были близ Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. Преследование апостолов Первосвященник и все его приближенные, принадлежавшие группе саддукеев, были переполнены завистью. Они арестовали апостолов и заключили их в народную темницу. Однако ангел Господа ночью открыл ворота темницы и вывел их. «Идите, станьте в храме», сказал он, «и говорите людям все об этой новой жизни». Они послушались и, придя рано утром в храм, начали учить. Когда прибыли первосвященник и его приближенные, они созвали высший совет и всех старейшин Израиля и послали в темницу за апостолами. Но когда стражники пришли в темницу, то не нашли их там и, возвратившись, доложили. Тюремные ворота надежно закрыты, у ворот стоит охрана, но когда мы вошли внутрь, мы никого там не нашли. Выслушав их, начальник храмовой стражи и первосвященники пришли в недоумение, что бы это значило. Потом кто-то пришел и сообщил им, люди, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со стражниками и привел апостолов. Они не применялись силу, потому что боялись, что народ может побить их камнями. Апостолов ввели и поставили перед высшим советом. Первосвященник сказал им, мы вам строго запретили учить от этого имени, но вы весь Иерусалим наполнили своим учением и к тому же обвиняете нас в смерти этого человека. Петр и другие апостолы ответили, мы должны больше подчиняться Богу, чем людям. Бог наших отцов воскресил Иисуса, которого вы убили, повесив на дереве. Но Бог вознес его и посадил по правую руку от себя, как вождя и спасителя, чтобы дать Израилю возможность покаяния и прощения грехов. Свидетели этому мы и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто послушан ему. Когда присутствующие услышали это, они пришли в ярость и хотели убить их. Но тогда встал один из членов высшего совета, фарисей по имени Гамалиил, учитель закона, уважаемый всем народом. Он велел вывести апостолов на некоторое время. Затем он сказал, «Израэлитяне, хорошо подумайте о том, что вы собираетесь сделать с этими людьми». Не так давно объявился здесь Февда, выдававший себя за кого-то великого. За ним пошло около четырехсот человек, но когда он был убит, то все его последователи разбежались, и все окончилось ничем. После него был Иуда из Галилеи. Он появился во время переписи и увлек народ за собой. Он тоже погиб, его последователи рассеялись. Поэтому в данном случае вот вам мой совет. Оставьте этих людей, отпустите их. Если их начинание от людей, то оно обречено на провал. Если же оно от Бога, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Бога. Его речь убедила присутствующих. Они призвали апостолов и приказали их избить. Потом они еще раз запретили им говорить от имени Иисуса и отпустили. Апостолы покинули высший совет, радуясь тому, что они оказались достойными понести такое бесчестие ради имени Иисуса. И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и возвещать радостную весть о том, что Иисус Христос Назначение семи помощников В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные евреи начали жаловаться на местных евреев. Они говорили, что те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу. Тогда двенадцать созвали всех учеников и сказали, мы не можем, оставив служение Словом Божьим, заняться обслуживанием столов. Поэтому, братья, выберите из вашей среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных духа и мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. Сами же мы будем продолжать молиться и нести служение Слова. Это предложение всем понравилось, и выбрали Стефана, человека полного веры и святого духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращенного в иудаизм. Их представили апостолам, и те помолились и возложили на них руки. Слово Божие распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось, даже многие священники покорились вере. Арест Стефана Стефан, человек полный Божьей благодати и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. Некоторые из членов так называемой синагоги вольноотпущенников, теренцев и александрийцев, а также иудеи из Киликии и провинции Азии, вступили в спор со Стефаном. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать, мы слышали, как Стефан говорил кощунственные слова против Моисея и Бога. Они возбудили народ, старейшин и учителей закона. Напав на Стефана, они схватили его и привели высший совет. Представили лжесвидетели, которые сказали, этот человек постоянно говорит против святого храма и против закона. Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Моисей. Все сидевшие в высшем совете внимательно смотрели на Стефана и видели, что лицо его как лицо ангела. Речь Стефана перед высшим советом. Затем первосвященник спросил Стефана, это так? Стефан ответил, братья и отцы, выслушайте меня. Бог славы явился нашему праотцу Аврааму, когда он жил еще в Месопотамии, до того, как он поселился в Харане. Оставь свою страну и своих родственников, сказал он ему, и иди в землю, которую я тебе укажу. Авраам покинул страну халдеев и поселился в Харане. Оттуда, после смерти его отца, Бог переселил Авраама в страну, в которой вы сейчас живете. Он не дал ему здесь никакого наследия, не дал земли даже на ширину ступни. Но Бог обещал дать эту землю во владение ему и его потомкам, хотя в то время у Авраама не было ребенка. Бог говорил ему, «Твои потомки будут странниками в чужой земле, они будут обращены в рабство и будут терпеть зло четыреста лет». «Но я накажу народ, поработивший их», сказал Бог, «и тогда они выйдут оттуда и будут служить мне на этом месте». Затем он дал Аврааму завет обрезания. Авраам стал отцом Исаака и обрезал его на восьмой день после рождения. Исаак же стал отцом Иакова, а Иаков двенадцати патриархов. Патриархи из зависти к Иосифу продали его в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех бед. Он дал Иосифу мудрость и помог ему заслужить расположение фараона, царя Египта. Тот сделал Иосифа правителем всего Египта и всего своего дома. Затем во всем Египте и в Ханаане начался голод и великое бедствие, и наши праотцы не могли найти пищи. Когда Иаков услышал о том, что в Египте есть зерно, он послал туда наших праотцев в первый раз. Когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся своим братьям и фараон узнал о родственниках Иосифа. После этого Иосиф послал за своим отцом Иаковом и за всеми своими родственниками, которых насчитывалось семьдесят пять человек. Иаков пришел в Египет, где умерли и он, и наши праотцы. Села их были перенесены в Шехем и положены в гробницу, которую Авраам купил за серебро у сыновей Хамора в Шехеме. По мере того, как приближалось время исполнения обещаний, данных Богом Аврааму, возрастала численность нашего народа в Египте. Так продолжалось, пока в Египте не пришел к власти другой царь, который не знал про Иосифа. Он притеснял наших предков, действуя с коварством против нашего народа. Он заставлял их выбрасывать новорожденных младенцев, чтобы те умирали. В это время родился Моисей, прекрасный перед Богом. Три месяца его вскармливали в отцовском доме, а когда вынуждены были расстаться с ним, его подобрала дочь фараона и воспитала как своего собственного сына. Моисей был научен всей египетской мудрости. Он был силен и в слове, и в деле. Когда ему было сорок лет, он решил навестить своих братьев израилетян. Увидев, что одного из них обижает египтянин, он вступился и отомстил, убив обидчика. Моисей думал, его братья поймут, что Бог через него дает им избавление, но они не поняли. На следующий день Моисей увидел, как двое израилетян дерутся. Он попытался помирить их. «Вы же братья», говорил он, «зачем вы обижаете друг друга?» Тогда обидчик оттолкнул Моисея и сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина?» Услышав такие слова, Моисей бежал и поселился в Мадианской земле, как чужеземец. Там у него родились два сына. Через сорок лет Моисею явился ангел в пламени горящего тернового куста, в пустыне, недалеко от горы Синай. Моисей был поражен, когда это увидел. Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть, и услышал голос Господа. «Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей дрожал от страха и не решался поднять глаз. Господь сказал ему, «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля». «Я увидел угнетение моего народа в Египте и услышал их стоны. Я сошел, чтобы освободить их, а теперь иди, я посылаю тебя в Египет». Того самого Моисея, которого они отвергли, и о котором говорили, «Кто поставил тебя начальником и судьей», Бог посылал теперь как вождя и избавителя через ангела, который явился ему в терновом кусте. Моисей вывел их из Египта, совершая чудеса и знамения в Египте, у Красного моря и в пустыне на протяжении сорока лет. Этот же самый Моисей сказал израилетянам, «Из ваших же братьев Бог поставит вам пророка подобного мне». Он, Моисей, тот самый человек, который был с народом Израиля, собранным в пустыне. Он был там с ангелом, который говорил с ним на горе Синай и с нашими отцами. Он принял живые слова, чтобы передать их нам. Наши отцы, однако, отказались повиноваться ему, но отвергли его и захотели вернуться в Египет. Они сказали Аарону, «Сделай нам богов, которые пойдут перед нами, потому что мы не знаем, что приключилось с этим Моисеем, выведшим нас из Египта». В те дни они сделали золотого тельца, принесли этому идолу жертву и радовались делу своих рук. Бог же отвернулся от них и оставил их поклоняться небесным телам, как об этом написано в книге пророков. «Приносили ли вы мне заклания и жертвы в течение сорока лет в пустыне дом Израиля? Вы взяли с собой шатер Молоха, звезду вашего бога Римфана и изображения, которые вы сделали для поклонения. Поэтому я пошлю вас в плен дальше Вавилона». У наших отцов в пустыне была скиния свидетельства, сделанное согласно указанием, которое Бог дал Моисею и по образцу, который увидел Моисей. Получив эту скинию, наши отцы, под предводительством Иисуса Навина, внесли ее во владение народов, которых Бог изгнал перед ними. И так было до времен царствования Давида, который был любим Богом и просил у него позволения найти жилище для Бога Иакова. Однако дом ему построил Соломон. Но Всевышний не живет в домах, построенных людьми. Пророк говорит об этом. Небеса престол мой, и земля подножия ног моих. «Какой вы можете построить мне дом», говорит Господь. «Где может быть место отдыха для меня? Разве не моей рукой все это сотворено? Вы упрямый народ, с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как и ваши отцы. Кого из пророков ваши отцы не преследовали? Они убили тех, кто предсказывал пришествие праведного, предателями и убийцами которого стали теперь вы. Приняв закон, переданный вам через ангелов, вы не соблюли его». Убийство Стефана Услышав это, они пришли в ярость и начали скрижетать зубами от злости на Стефана. Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. «Смотрите», сказал он, «я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога». Тогда они все вместе, заткнув уши, с громким криком бросились на него. Они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни. Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Савл. Когда они бросали в Стефана камни, тот молился, «Господь Иисус, прими дух мой!» Потом он пал на колени и громко воскликнул, «Господи, не наказывай их за этот грех!» С этими словами он умер». преследование и рассеяние верующих. Савл же одобрял это убийство. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакивали его. А Савл преследовал церковь. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в темницу. Филипп проповедует в Самарии. Между тем рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Филипп пришел в главный город Самарии и возвещал там о Христе. Толпы народа внимательно слушали то, что он говорил, и видели знамения, которые он совершал, потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи, и многие парализованные и хромые получали исцеление. И в городе том была большая радость. Там был один человек по имени Симон, который раньше занимался в этом городе колдовством, изумляя жителей Самарии. Сам он выдавал себя за кого-то великого. Все люди, и простые, и знатные, слушали его с восхищением, говоря, «Этот человек — проявление всемогущего Бога, которого называют великим, а восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством». Но когда жители этого города поверили Филиппу, возвещающему Царство Божие и имя Иисуса Христа, то многие мужчины и женщины приняли крещение. Симон тоже поверил и принял крещение. Он повсюду ходил за Филиппом, удивляясь знамением и великим чудесам. Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел, они только были крещены во имя Господа Иисуса. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Когда Симон увидел, что Дух был дан через возложение рук апостолов, он предложил им деньги, говоря, «Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа». Но Петр ответил, «Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой, раз ты думаешь, что можешь купить дар Божий за деньги». «У тебя нет никакого права участвовать в этом деле, потому что сердце твое неправо перед Богом». «Раскайся в этом зле и молись Господу, может быть, Он простит тебе такие мысли. Я вижу, что ты полон горькой жалчи и скован цепями неправды». Симон ответил, «Помолитесь обо мне Господу, чтобы со мной не приключилось ничего исказанного вами». Апостолы свидетельствовали и возвещали там слово Господа. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге возвещали радостную весть во многих самарийских селениях. Обращение эфиопского евнуха. Ангел Господа сказал Филиппу, «Ступай на юг, на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима в Газу». Филипп встал и пошел. В это время там находился эфиопский евнух при дворной Кандакии, то есть царице Эфиопов, заведовавшей всей ее казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим и теперь возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди к этой колеснице и иди рядом». Филип подбежал к колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исаию. «Ты понимаешь то, о чем читаешь?» спросил Филипп. «Как же мне понять без объяснения?» ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. А читал он следующее место из Писания. «Как овца он был веден на заклание, и как ягненок перед стригущим безмолвен, так и он не открывал уст своих. Он был унижен и лишен права на справедливый суд. Кто может рассказать о его потомках? Ведь его жизнь забирается от земли». Евнух спросил Филиппа, «Скажи мне, о ком здесь говорит пророк, о себе или о ком-то другом?» Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого местописания и рассказал ему радостную весть об Иисусе. Тем временем они приблизились к какой-то воде. «Смотри, вот вода», сказал Евнух, «что мешает мне принять крещение?» Филипп сказал, «Если ты веришь всем сердцем, то можно». Евнух сказал, «Я верю, что Иисус Христос Сын Божий». Он приказал остановить колесницу, оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. А когда они вышли из воды, дух Господа унес Филиппа, и Евнух его больше не видел. Радостный он продолжал свой путь, а Филипп оказался в городе Аждоде. Он возвещал радостную весть во всех городах, пока не пришел в Кесарию. Обращение Савла Савл по-прежнему дышал злобой, желая смерти ученикам Господа. Он пришел к первосвященнику и попросил у него письма к синагогам Дамаска, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих пути, которых сможет там найти, будь то мужчины или женщины. Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, «Савл, Савл, почему ты меня гонишь? Кто ты, Господи?» спросил Савл. «Я Иисус, которого ты преследуешь», ответил он. «Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Люди, путешествовавшие вместе с Савлом, стояли онемев, они слышали звук, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит. И его за руку привели в Дамаск. Три дня он был слеп и ничего не ел и не пил. В Дамаске жил ученик по имени Анания. Господь сказал ему в видении, «Анания». «Да, Господи», ответил тот. Господь сказал ему, «Пойди на улицу прямую в дом Иуды и спроси там человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится, и в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил, «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил твоим святым в Иерусалиме, и сюда он пришел, получив от первосвященников в полномочия арестовывать всех, кто призывает твое имя». Но Господь сказал ему, «Иди, потому что человек этот — мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом. В тот же момент, будто чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Он встал и принял крещение. Затем он поел, и к нему вернулись силы». Савл проповедует в Дамаске Савл провел несколько дней с учениками в Дамаске и сразу же начал возвещать в синагогах о том, что Иисус — Сын Бога. Все, кто его слышал, удивлялись и говорили, «Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя, и разве он не пришел сюда, чтобы арестовывать их и везти к первосвященникам». Савл проповедовал все с большей силой и приводил в замешательство живших в Дамаске иудеев, доказывая, что Иисус — Христос. Когда же прошло немало дней, среди иудеев был составлен заговор с целью убить Савла. Однако Савлу стало известно об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот города, чтобы убить его, но его ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене. Савл в Иерусалиме Савл пришел в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам, но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. Варнава же привел его к апостолам и рассказал им о том, как Савл на пути встретил Господа, как Господь говорил с ним и как в Дамаске он смело проповедовал во имя Иисуса. Савл пробыл с ними некоторое время и свободно ходил по Иерусалиму, смело проповедуя во имя Господа. Он часто беседовал и спорил с грекоязычными иудеями, и те пытались убить его. Когда братья узнали об этом, они отвели Савла в Кесарию и оттуда отправили его в Тарс. Между тем, для церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии наступило мирное время. Церковь укреплялась и росла, живя в страхе перед Господом и получая ободрение от Святого Духа. Исцеление Энея Петр, посещая город за городом, решил навестить и святых, живущих в Лиде. Там был один человек, которого звали Эней. Он был парализован и не вставал с постели восемь лет. Петр сказал ему, «Эней, Иисус Христос исцеляет тебя, встань и собери постель». В тот же момент Эней встал, когда все жители Лиды и Шарона увидели его исцеленным, они обратились к Господу. Воскресение Тавиты В Яффе была одна ученица по имени Тавита, что значит «газель». Она всегда делала добро и помогала бедным. И вот в это время она заболела и умерла. Ее омыли и положили в верхней комнате. Поскольку Лида находится недалеко от Яффы, ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек с просьбой «Приди срочно к нам». Петр пошел с ними и когда он прибыл, его провели в верхнюю комнату. Вокруг него собрались все вдовы. Они плакали и показывали ему платье и другую одежду, которую сшила им газель, когда она была жива. Петр выслал всех из комнаты, встал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал «Тавита, встань!» Она открыла глаза, увидела Петра и села. Он взял ее за руку и помог встать на ноги. Затем он созвал вдов и других верующих и представил им Тавиту живой. Об этом стало известно по всей Яффе и много людей поверило в Господа. Петр пробыл в Яффе еще немало дней. Он остановился у кожевника Симона. Ведение Корнилия В Кесарии был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носит название Италийский. Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Бога. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды около девятого часа Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал «Корнилий». Он взглянул на него в ужасе и сказал «Что, господин?» Ангел ответил «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Яффу, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря. Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. Пересказав им все, что произошло, он послал их в Яффу. Видение Петра В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за четыре конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, присмыкающиеся и птицы. Затем голос сказал ему, «Встань, Петр, заколи и съешь». «Ни в коем случае, Господи», ответил Петр, «Я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого». Тогда голос сказал ему во второй раз, «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так было три раза, и тотчас полотно было поднято на небо. Петр все недоумевал, чтобы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда дух сказал ему, «Тебя ищут три человека, вставай и спускайся вниз, иди с ними без колебаний, потому что это я послал их». Петр спустился вниз и сказал этим людям, «Я тот, кого вы ищете». «По какому делу вы пришли?» Они ответили, «Сотник Корнилий, человек праведный и богобоязненный, уважаемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь». Тогда Петр пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство. Петр в доме Корнилия На следующий день Петр отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Яффы. На другой день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его и, павший к его ногам, поклонился ему. Но Петр поднял его, сказав, «Встань, я тоже человек». Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. Он сказал им, «Вы сами знаете, что Иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом. Но Бог показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым, и поэтому, когда за мной пришли, я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?» Корнилий ответил, «Четвертого дня в это самое время, в девятом часу, я молился в своем доме, как вдруг передо мной предстал человек в сверкающей одежде. корнилий, корнилий, сказал он, твоя молитва услышана, и твои милостыни вспомянуты перед Богом. Пошли людей в Яффу за Симоном, которого еще называют Петром, он гостит в доме кожевника Симона, что у моря. Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь, перед Богом, и хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать. Петр начал говорить, теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен, и в каждом народе ему угоден тот, кто боится его, и поступает по правде. Он послал народу Израиля радостную весть о том, что мы можем иметь мир с ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей. Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, о котором возвещал Иоанн. О том, как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с Ним был Бог. Мы свидетели всему тому, что Иисус делал в стране иудеев и в Иерусалиме. Его убили, повесив на дереве, но Бог на третий день воскресил его и дал ему являться людям, не всему народу, а заранее избранным Богом свидетелем, то есть нам, и мы ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из мертвых. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно Он и есть предназначенный Богом судья живых и мертвых. О Нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени. Петр еще говорил это, когда на всех слушавших Его весть сошел Святой Дух. Верующие изобрезанных, которые пришли с Петром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на язычников, потому что они слышали, как те говорили на языках и славили Бога. Тогда Петр сказал, может ли кто-нибудь помешать быть крещенными водой этим людям, которые получили Духа Святого так же, как и мы. И он велел им принять крещение во имя Иисуса Христа. Потом хозяева попросили Петра остаться с ними еще на несколько дней. Объяснение Петра на Совете в Иерусалиме. Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли Слово Божие. Поэтому когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его. «Ты ходил к необрезанным и ел с ними», — говорили они. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как все произошло. «Я был в городе Яффи и молился, сказал он, и в это время у меня было видение. Нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, присмыкающихся и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или нечистого. Голос с неба сказал мне во второй раз, «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановились три человека, посланные ко мне из Кесарии. Дух велел мне идти с ними, не раздумывая. Вот эти шесть братьев, тоже пошли со мной, и мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как он видел у себя ангела. Ангел сказал ему, «Пошли людей в Яффу за Симоном, которого называют Петром, и он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены. Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, так же, как Он сошел вначале и на нас, тогда я вспомнил слова Господа, «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом». Поэтому, если Бог дал им тот же дар, что и нам, поверившим в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений, и они прославили Бога, говоря, значит, Бог дал покаяние и язычникам, чтобы они получили жизнь. Церковь в Антиохии А верующие, рассеянные гонением, которое началось из-за Стефана, дошли до Финькии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. Однако, некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о Господе Иисусе также и грекам. Рука Господня была с ними, и очень многие поверили и обратились к Господу. Весть об этом дошла и до церкви в Иерусалиме. Оттуда послали в Антиохию Варнаву. Когда Варнава прибыл и увидел милость Божью, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Господу. Варнава был добрым человеком, полным святого духа и веры, и множество людей пришло к вере в Господа. Затем Варнава пошел в Тарс, чтобы разыскать там Савла. И когда он нашел его, то привел его в Антиохию. Целый год они оставались в Антиохийской церкви и учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. В это время из Иерусалима в Антиохию пришли несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. Так они и сделали, послав Варнаву и Савла доставить собранные деньги и вручить их старейшинам. Арест и чудесное освобождение Петра. Примерно в это же время царь Ирод арестовал некоторых членов церкви, чтобы сделать им зло. Он приказал убить мечом Иакова, брата Иоанна. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал Петра. Это произошло во время праздника пресных хлебов. Петра арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из четырех смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после Пасхи вывести Петра к народу. Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу. В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованные двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. Внезапно явился ангел Господа и камеру осиял свет, ангел толкнул Петра в бок и разбудил его. «Вставай быстрее», сказал он, и цепи упали с рук Петра. Ангел сказал, «Подпояжься и обуй сандалии». Петр сделал это. «Обернись плащом и иди за мной», сказал ангел. Петр вышел за ангелом из темницы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними и они вышли. Они прошли одну улицу и вдруг ангел исчез. «Когда Петр пришел в себя он сказал «Теперь я действительно знаю, что Господь послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ». Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого еще называли Марком, где собралось для молитвы много народа. Петр постучал в ворота и на стук вышла служанка рода. Она узнала Петра по голосу и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петр стоит у ворот. «Ты не в своем уме», сказали ей. Но она продолжала настаивать. «Это его ангел», решили они. Петр между тем продолжал стучать и, когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли и рассказал, как Господь вывел его из темницы. «Расскажите об этом Иакову и другим братьям», сказал он им и ушел оттуда в другое место. Наутро среди солдат произошло большое замешательство. Никто не знал, что случилось с Петром. Ирод искал его, но, поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их. Смерть Ирода Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел в судейское кресло и обратился к ним с речью. Народ стал восклицать «Это голос Бога, а не человека». Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не воздал славы Богу, и Ирод, изъеденный червями, умер. Слово Божие между тем распространялось все дальше и дальше. Варнава и Саввул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком. Варнава и Саввул посланы на служение. В церкви Антиохии были пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, Иренец, Луций, Манаил, получивший воспитание вместе с правителем Иродом и Саввул. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал, «Отделите мне Варнаву и Савву для дела, которому я их призвал». И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. Апостолы проповедуют на Кипре. Эти два апостола посланные Святым Духом пошли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Они прибыли в Соломин и там возвещали Слово Божие в иудейских синагогах. Иоанн тоже был с ними и помогал им. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. Там они встретили одного иудея по имени Вар Иисус, который был колдуном и лжепророком. Он был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком большого ума. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Но колдун, которого также звали Елима, что значит чародей, действовал против них и пытался отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, посмотрел прямо на Елима и сказал, «Сын дьявола, враг всякой праведности, полный лжи и нечестие. Неужели ты никогда не перестанешь искривлять прямые пути Господни? Рука Господа обращена против тебя, ты будешь поражен слепотой и некоторое время не будешь видеть солнечного света». И сразу же его окутали мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища кого-либо, кто бы повел его за руку. Когда проконсул увидел, что произошло, он уверовал, изумленный учением о Господе. Служение в Писидийской Антиохии Отплыв из Пафоса, Павел и его спутники прибыли в Пергию в Памфилии. Там Иоанн оставил их и возвратился в Иерусалим. Из Пергии они пошли дальше, в Писидийскую Антиохию. В субботу они пришли в синагогу и сели. После чтения из закона и пророков начальники синагоги передали им. «Братья, если у вас есть что-либо сказать в назидание людям, то говорите». Павел встал и, сделав жест рукой, сказал, «Израилитяне и все боящиеся Бога, выслушайте меня. Бог израильского народа избрал наших отцов. Он возвысил народ во время пребывания его в Египте и могучей рукой вывел их оттуда». Сорок лет он терпел их в пустыне. Он истребил в Ханаане семь народов и отдал их землю в наследие нашим предкам. На это ушло около четырехсот пятидесяти лет. Затем, до времени пророка Самуила, Бог давал им судей. Потом народ попросил себе царя, и Бог дал им из рода Вениамина Саула, сына Киша. Саул правил лет сорок. Потом отстранив Саула, Бог сделал царем Давида. Он свидетельствовал о нем. «Я нашел Давида, сына Иисея, человек этот мне по сердцу, он исполнит все мои желания». Из потомков Давида Бог, согласно своему обещанию, призвал спасителя Израилю, Иисуса. Перед пришествием Иисуса Иоанн призывал к крещению в знак покаяния весь народ Израиля. Заканчивая свое служение, Иоанн говорил, «За кого вы меня принимаете? Я не он, но за мной идет тот, у кого я не достоин даже развязать ремни сандалий на ногах». Братья, дети рода Авраама и те, кто боится Бога, эта весть спасения была послана к нам. Жители Иерусалима и их начальники не узнали Христа, они осудили его и тем самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу. Они не нашли в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти, и все-таки выпросили у Пилата разрешение казнить его. Когда они исполнили все, что было о нем написано, они сняли его с дерево и положили в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых, и еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его. Они сейчас его свидетели перед народом. Мы провозглашаем вам сейчас эту радостную весть, то, что Бог обещал нашим отцам, он исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса. Во втором псалме написано «Ты сын мой, сегодня я родил тебя». А о том, что Бог воскресил его из мертвых, так что тело его уже никогда не увидит тление, он сказал так «Я дам вам святые и неизменные благословения, обещанные Давиду». И в другом месте он говорит «Ты не дашь твоему святому увидеть тление». Давид в своем поколении исполнял Божий замысел. Давид умер, его похоронили с его отцами и тело его истлело. Но тот, кого Бог воскресил, избежал тления. Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря ему вам сегодня возвещается прощение грехов и во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем. Смотрите, чтобы не случилось с вами того, о чем сказано у пророков. Посмотрите на смешники, изумитесь и погибнете, потому что я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если бы вам рассказали об этом. Когда Павел и Варнава покидали синагогу, их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и благочестивые люди, изобращенных в иудаизм, пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово Господа. Когда иудеи увидели столько народа, они исполнились завистью и стали с оскорблениями возражать тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава решительно сказали им, «Слово Божие следовало в первую очередь возвещать вам, но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к язычникам, как и повелел нам Господь». Он сказал, «Я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли». Когда язычники слышали это, они радовались и славили Господа за Его Слово, и все предназначенные к вечной жизни уверовали. Слово Господнее распространилось по всей той области. Иудеи подговорили благочестивых женщин и знатных семей и начальников города, и те возбудили преследование против Павла и Варнавы и выгнали их из своих пределов. Тогда они отряхнули пыль со своих ног во свидетельство против них и пошли в иконию. Ученики же исполнялись радости и святого духа. В иконии Павел и Варнава вошли как обычно в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились. Одни поддерживали иудеев, а другие апостолов. Но когда язычники и иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дервию и в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть. Служение в Листре В Листре жил человек, не владевший ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и увидел, что у того есть вера для исцеления. «Встань на ноги твои прямо», громко сказал он калеке. Тот вскочил и начал ходить. «Люди увидели, что сделал Павел и стали кричать на ликаонском языке. К нам сошли боги в образе людей». Они назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки, желая вместе с народом принести им жертву. Когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, они разорвали свои одежды, кинулись в толпу и стали кричать. «Опомнитесь, что вы делаете? Мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с небес и урожай в свое время, давая пищу и наполняя ваши сердца радостью». Но даже этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Возвращение в сирийскую Антиохию. Они возвещали радостную весть в этом городе и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. Там они ободряли учеников и воодушевляли их оставаться твердыми в вере. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство, говорили они. Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших и, помолившись с постом, передали их Господу, в которого они уверовали. Затем они прошли Писидию и пришли в Памфилию. Проповедовав слово в Пергии, они пришли в Аталию. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где были вверены Божьей благодати на труд, который они и исполнили. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них и как Он открыл дверь веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. Встреча руководителей церкви в Иерусалиме. Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. Если вы не будете обрезаны по обряду, установленному Моисеем, вы не можете быть спасены. Это привело к разногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Павлом и Варнавой с другой. Тогда Павлу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. Получив помощь от церкви, они пошли через Финикию и Самарию, рассказывая там об обращении язычников. Эта весть вызывала у всех верующих большую радость. В Иерусалиме они были приняты членами церкви, апостолами и старейшинами и рассказали им обо всем, что Бог совершил через них. Но верующие, принадлежавшие группе фарисеев, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения закона Моисея. Апостолы и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. После долгих обсуждений Петр поднялся и сказал «Братья, как вы знаете, прошло уже много времени с того дня, как Бог выбрал из всех нас меня, возвещать слово радостной вести язычникам, чтобы и они уверовали. Бог знает сердца людей, и Он дал свидетельство того, что принимает и уверовавших язычников, даровав им Святого Духа так же, как и нам. Он не делает никакой разницы между нами и ими, потому что Он через веру очистил и их сердца. Так зачем же вы испытываете Бога, возлагая на шее учеников бремя, которое не в состоянии были нести ни наши отцы, ни мы? Ведь мы верим в то, что получаем спасение по благодати Господа Иисуса так же, как и они. Тогда все затихли и стали слушать рассказ Варнавы и Павла о знамениях и чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников. Когда они закончили, Иаков сказал, «Братья, послушайте меня, Симон рассказал нам о том, как Бог впервые решил составить из язычников народ для себя». Это в полном согласии со словами пророков, где сказано, «Затем я возвращусь и восстановлю павшую скинию Давида. Я восстановлю ее руины и воссоздам ее, чтобы остальные люди и все народы, которые были названы моим именем, стали искать Господа. Так говорит Господь, который объявил об этом издревле». Поэтому я считаю, что мы не должны создавать трудности для язычников, обращающихся к Богу. Напротив, мы должны написать им письмо, предупредив лишь, чтобы они воздерживались от вещей, оскверненных идолами, от разврата, от мяса удушенных животных и от крови, и чтобы не делали другим того, чего себе не желают. Ведь закон Моисея издавна возвещается в каждом городе и читается в синагогах каждую субботу. Письмо совета к братьям из язычников. Апостолы и старейшины вместе со всей церковью решили выбрать несколько человек из своей среды и послать их с Павлом и Варнавой в Антиохию. Они выбрали Иуду, которого еще называли Варсавой, и Силу. Эти двое были руководителями среди братьев. С ними передали такое письмо. Братья апостолы и старейшины братьям из язычников, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии. Приветствуем вас. До нас дошли слухи о том, что некоторые люди, пришедшие от нас, привели вас в замешательство своими словами и взволновали ваши умы, но мы ничего им не поручали. Поэтому мы с общего согласия решили выбрать из нашей среды несколько человек и послать их к вам вместе с нашими дорогими Варнавой и Павлом, которые рисковали своей жизнью ради имени нашего Господа Иисуса Христа. Мы посылаем к вам также Иуду и Силу, чтобы они на словах подтвердили то, что мы пишем. Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований. Воздерживайтесь от пищи, принесенной в жертву идолам. От крови, от мяса удушенных животных и от разврата. И не делайте другим того, чего себе не желаете. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно. Будьте здоровы. Посланные отправились и пришли в Антиохию. Там они собрали церковь и вручили письмо. Люди читали его и радовались ободряющей вести. Иуда и Сила, которые сами были пророками, своими словами ободряли и воодушевляли братьев. Они провели там некоторое время, и братья с миром отпустили их к тем, кто их послал. Сила, однако же, решил остаться, а Иуда вернулся в Иерусалим. Павел и Варнава остались в Антиохии, где они со многими другими братьями учили и возвещали слово Господа. Разногласия между Павлом и Варнавой. Спустя некоторое время Павел предложил Варнаве, «Давай посетим братьев во всех городах, где мы возвещали слово Господне, и посмотрим, как у них идут дела». Варнава хотел взять с собой и Анна, которого еще называли Марком, но Павел не хотел брать с собой того, кто оставил их в Памфилии и не помог исполнить порученную им работу. Разногласия по этому вопросу было столь острым, что они расстались. Варнава взял Марка и отплыл на Кипр, а Павел выбрал силу и, будучи вверен братьями благодать Господа, отправился в путь. Павел проходил через Сирию и Киликию, утверждая церкви. Тимофей присоединяется к Павлу и Сили. Павел пришел в Дервию и Листру. Там жил ученик по имени Тимофей. Мать Тимофея была верующей иудеянкой, а отец его был грек. О Тимофее хорошо отзывались братья в Листре и Иконе. Павел захотел взять его с собой в путешествие и ради иудеев, которые жили в той местности, обрезал его, поскольку все знали, что отец Тимофея грек. Путешествуя из города в город, Павел и его спутники призывали принятое апостолами и старейшинами в Иерусалиме. Церкви укреплялись в вере, и число уверовавших с каждым днем увеличивалось. Павлу является в видении человек из Македонии. Они проходили через Фригию и Галатийскую область, но Святой Дух не позволил им возвещать слово в провинции Азии. Подойдя к границе с миссией, они собрались идти в Вифинию, но Дух Иисуса не позволил им, и они, пройдя миссию, пришли в Трааду. Ночью Павлу было видение. Ему явился человек из Македонии, он стоял и просил его, «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения мы решили, что Бог призывает нас возвещать им радостную весть, и сразу же приготовились отправиться в Македонию. Обращение Лидии в Филиппах Из Траады мы отплыли прямо в Самофракию и оттуда на следующий день в Неаполь. Из Неаполя мы продолжили путешествие Филиппы, римскую колонию и главный город той части Македонии. Там мы пробыли несколько дней. В субботу мы вышли за ворота города к реке, где, как мы предполагали, было место для молитвы. Мы сели и начали разговаривать с женщинами, которые там собрались. Среди них была одна по имени Лидия из города Фиатиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. Лидия чтила Бога, и Господь открыл ее сердце к тому, что говорил Павел. После того, как она и ее домашние были крещены, она пригласила нас к себе. «Если вы считаете меня верной Господу, то придите и погостите у меня в доме», упрашивала она и уговаривала нас. Арест Павла и силы в Филиппах Однажды, когда мы шли к месту молитвы, по дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом змеем. Предсказываниями она приносила большой доход своим хозяевам. Рабыня шла за Павлом и за нами и кричала. «Эти люди, слуги Всевышнего Бога, они возвещают вам путь спасения». Она делала это изо дня в день, и когда Павлу все это надоело, он обернулся и сказал духу, «Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе, выйди из нее». В тот же момент дух ее покинул. Когда ее хозяева поняли, что у них пропал источник дохода, они схватили Павла и силу и поволокли их на площадь городским властям. Они привели их к начальникам города и сказали, «Эти люди иудеи, и они служат причиной беспорядков в нашем городе, они вводят обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Толпа тоже присоединилась к обвинениям против Павла и силы, и начальники велели раздеть их и бить палками. Их сильно избили и бросили в темницу, а темничному стражу приказали бдительно их охранять. Получив такой приказ, он закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Около полуночи Павел и сила молились и пели хвалебные песни Богу, а другие заключенные слушали их. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы. Все двери раскрылись и у всех заключенных цепи упали с ног. Когда темничный страж проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. Но Павел успел крикнуть «Не губи себя, мы все здесь». Страж потребовал света, вбежал внутрь и дрожа пал перед Павлом и силой. Он вывел их наружу и спросил «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?» «Веруй в Господа Иисуса», ответили они, «И ты будешь спасен, и твои домашние». И они возвестили слово Господа ему и его домашним. В тот же ночной час темничный страж промыл им раны и сразу же был крещен, он сам и все домашние его. Он привел Павла и силу к себе домой и накрыл для них стол. Вместе со всеми своими домашними он радовался тому, что поверил в Бога. Наступил день, и городские начальники послали своих служителей в темницу с приказом «Освободите этих людей». Темничный страж сказал Павлу «Начальники приказали освободить вас, вы можете идти с миром». Но Павел сказал «Они без суда избили нас перед народом, несмотря на то, что мы римские граждане, и бросили нас в темницу. Сейчас же они хотят от нас избавиться так, чтобы никто не знал? Нет, пусть они сами придут и выведут нас». Служители доложили об этом городским начальникам, и когда те услышали, что Павел и Сила — римские граждане, то испугались. Они пришли, принесли им свои извинения, вывели из темницы и попросили, чтобы те покинули город. Выйдя из темницы, Павел и Сила пошли в дом Лидии. Там они встретились с братьями и ободрили их. После этого они отправились дальше. Служение в Фессалониках Пройдя Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонике, где была иудейская синагога. Павел по своему обычаю пошел в синагогу, и там три субботы подряд рассуждал с иудеями о Писании, объясняя и доказывая, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. «Иисус, о котором я вам возвещаю, и есть Христос», говорил Павел. Им удалось убедить как нескольких иудеев, так и многих благочестивых греков и немало знатных женщин. И все они присоединились к Павлу и Силе. Это возбудило зависть остальных иудеев, и они, взяв с собой негодных людей, которых нашли на базаре, собрали толпу и устроили в городе беспорядки. Они ринулись к дому Иосона, ища Павла и Силу, чтобы вывести их к толпе. Не найдя их там, они потащили Иосона и других братьев городским властям. «Эти люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли и сюда», кричала толпа. «И Иосон принял их в свой дом. Они нарушают повеление Кесаря и говорят, что есть другой царь, которого зовут Иисус». Толпа и городские власти, слыша это, встревожились. Они взяли с Иосона и остальных с залог и отпустили их. Служение верии Как только наступила ночь, братья отправили Павла и Силу в Верию. Прибыв туда, они пошли в Иудейскую синагогу. Верийцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Многие из них поверили. Поверило также много знатных гречанок и немало греков. Но когда иудеи в Фессалониках узнали о том, что Павел возвещает слово Божие верии, они пришли туда и стали подстрекать и возмущать народ. Братья сразу же отправили Павла к морю, а Сила и Тимофей остались в городе. Провожатые Павла пришли с ним в Афины, а затем отправились обратно с повелением от Павла, чтобы Сила и Тимофей как можно скорее пришли к нему. Служение Павла в Афинах Павел в ожидании своих спутников ходил по Афинам, его возмущало огромное количество идолов в этом городе. Он беседовал в синагоге с иудеями и чтущими бога греками. Каждый день он говорил со случайными встречными на площади. В беседу с ним вступали некоторые философы, принадлежавшие к школам эпикурейцев и стоиков. Одни спрашивали «И что этот пустомеля хочет сказать?» Другие говорили «Он кажется возвещает о чужеземных богах?» Потому что Павел возвещал радостную весть об Иисусе и воскресении. Павла привели на городской совет Ариапак и попросили «Расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь?» «Ты говоришь о чем-то странном, и нам хотелось бы знать, что все это значит?» Наилучшим времяпрепровождением для афинян и живущих там иностранцев было говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел, встав посреди Ариапага, сказал «Афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу, этого неизвестного Бога, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему чего-то не хватает, ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали его, могли ощутить его и найти его. Хотя он и недалек от каждого из нас. Ведь в нем мы живем, движемся и существуем, как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов. Ведь мы и есть его род. И раз мы род Бога, то мы не должны представлять божество в виде золотого, серебряного или каменного истукана, или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу человека и умением его. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который и будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Когда они услышали о воскресении из мертвых, то некоторые из них начали посмеиваться, другие же сказали, об этом мы послушаем тебя в другой раз. С этим Павел и покинул собрание. Несколько человек, однако, присоединились к Павлу и уверовали. Среди них были Дионисий, член Ариапага, женщина по имени Дамарь и другие. Служение в Каринфе После этого Павел покинул Афины и отправился в Каринф. Там он встретил иудея по имени Акила, уроженца Понте. Тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прискилой, потому что кесарь Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. И Павел пришел навестить их. У них было одно ремесло с Павлом. Они изготавливали палатки, и поэтому Павел остался работать с ними. Каждую субботу он рассуждал в синагоге с иудеями и греками, пытаясь их убедить. Когда из Македонии пришли Сила и Тимофей, то Павел посвятил все свое время возвещению Слова, свидетельствуя иудеям о том, что Иисус Христос. Когда же они стали препятствовать Ему и оскорблять Его, он отряхнул пыль с одежды и сказал им «Вы сами повинны в своей гибели. Я чист, и теперь я иду к язычникам». Павел вышел из синагоги и пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Тити иуст, человек, чтущий Бога. Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Господа, и многие из Коринфян, слышавших Павла, уверовали и были крещены. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении «Не бойся, продолжай говорить и не умолкай, я с тобой и никто не причинит тебе вреда, в этом городе есть много принадлежащих мне людей». И Павел провел там полтора года, уча их Слову Божьему. В то время, когда Галеон был правителем провинции Ахайя, иудеи, собравшись, напали на Павла и привели его на суд. Они стали обвинять его. Этот человек убеждает людей чтить Бога не так, как учит наш закон. Павел не успел еще ничего сказать, когда Галеон обратился к обвинителям. Иудеи, если бы вы обвиняли его в каком-либо правонарушении или же в серьезном преступлении, то у меня было бы основание принять вашу жалобу. Но так как здесь идет спор об учении, именах и вашем законе, то решайте эти вопросы сами. Я не желаю быть судьей в подобных делах. И он прогнал их из суда. Тогда все схватили начальника синагоги Сосфена и избили его перед зданием суда, но Галеон не проявил к этому никакого интереса. Возвращение Павла в Антиохию Павел пробыл еще много дней в Каринфе. Затем он простился с братьями и вместе с Прискиллой и Акиллой отплыл в Сирию. Перед отплытием Павел остриг волосы в Кенхреях, потому что некогда дал обет Богу. Они прибыли в Эфес, где Павел оставил Прискилу и Акилу, а сам пошел в синагогу и рассуждал там с иудеями. Они просили его остаться у них еще на некоторое время, но он отказался. «Я вернусь, если на то будет Божья воля», пообещал Павел на прощание и отплыл из Эфеса. Он сошел с корабля в Кесарии, пришел в Иерусалим и, поприветствовав местную церковь, отправился в Антиохию. Проведя некоторое время в Антиохии, Павел отправился оттуда в путь через Галатийскую область и Фригию, укрепляя всех учеников. Служение Аполлоса в Эфесе. В Эфес тем временем пришел иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, человек образованный и хорошо знающий Писание. Он был научен пути Господа и говорил очень горячо и убедительно, правильно уча об Иисусе, хотя сам он знал только крещение Иоанна. Аполлос начал смело говорить в синагоге, и когда Прескила и Акила его услышали, они пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Божий. Аполлос хотел идти в Ахайю, и братья поощряя его, написали письмо ученикам живущим там с просьбой принять Аполлоса. Когда он пришел туда, то оказал большую помощь тем, кто по Божьей благодати уверовал. Аполлос убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Христос это и есть Иисус. Служение Павла в Эфесе В то время, когда Аполлос был в Каринфе, Павел, пройдя через Горные области, пришел в Эфес. Там он встретил нескольких учеников. «Приняли ли вы Святого Духа, когда поверили?» спросил он их. «Мы даже и не слышали о том, что существует Святой Дух», ответили те. Тогда Павел спросил, «Во что же вы были крещены?» «В крещение Иоанна», ответили они. Павел сказал, «Крещение Иоанна было крещением покаяния. Он призывал народ верить в того, кто должен был прийти после него, то есть в Иисуса. Когда они услышали об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Они тогда начали говорить другими языками и пророчествоваться. Всего их было около двенадцати человек. Павел три месяца смело говорил в синагоге, беседуя с людьми о Божьем Царстве, и убеждал их. Некоторые из них, однако, ожесточались и отказывались верить перед всеми броня пути Иисуса. Тогда Павел оставил их. Он отделил учеников и ежедневно беседовал с ними в школе тирана. Так продолжалось два года, и все иудеи и греки, жившие в провинции Азии, слышали слово Господа. Бог совершал через Павла необыкновенные чудеса. Больным давали прикоснуться к платкам и фартукам, которым прежде прикасался Павел, и у них проходили болезни, и злые духи выходили из них. Некоторые из бродячих иудейских заклинателей тоже попробовали призывать над одержимыми имя Господа Иисуса. Они говорили, «Заклинаю вас Иисусом, которого возвещает Павел». Это делали и семь сыновей Скевы, иудейского первосвященника. Но злой дух ответил им, «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой силой, что одолел их всех, и они выбежали из дома голые и израненные. Когда об этом узнали иудеи и греки, жившие в Эфесе, их охватил страх, и они стали относиться к имени Господа Иисуса с большим почтением. Многие из поверивших приходили и открыто признавались в своих делах, а многие, занимавшиеся прежде волшебством, приносили свои колдовские свитки и перед всеми сжигали их. Когда подсчитали общую стоимость всех сожженных свитков, то она оказалась в пятьдесят тысяч драхм. Так слово Господне распространялось и набирало силу. Бунт в Эфесе После всего этого Павел решил отправиться в Иерусалим через Македонию и Ахаю. После того, как я побываю в Иерусалиме, мне нужно посетить и Рим, говорил он. Он послал в Македонию двух помощников Тимофея и Эраста, а сам еще на некоторое время остался в провинции Азии. В это время произошел большой мятеж из-за пути. Человек по имени Димитрий серебряных делмастер изготовлял из серебра модели храма богини Артемиды и тем самым давал местным ремесленникам возможность заработать. Он созвал их и других подобных мастеров и сказал, «Вы знаете, что эта работа дает нам хорошую прибыль. Но вы видите и слышите, что этот Павел убедил и ввел в заблуждение многих людей не только здесь, в Эфесе, но и по всей провинции Азии. Он говорит, что боги, сделанные руками, это вовсе не боги. Это грозит не только тем, что наше ремесло потеряет свое доброе имя, но и что храм великой богини Артемиды уже ничего не будет значить. И сама богиня, которую почитает вся провинция Азия и весь мир, будет лишена божественного величия. Услышав это, они в ярости стали кричать, «Велика Артемида Эфесская!» Вскоре весь город пришел в движение. Люди схватили спутников Павла, Македонян, Гая и Аристарха, и все единодушно ринулись в театр. Павел хотел выйти к народу, но ученики ему не позволили. Даже некоторые из представителей провинциальной власти, друзья Павла, передали ему просьбу не появляться в театре. Собравшиеся были в замешательстве, потому что одни кричали одно, другие другое. Большинство же вообще не знали, зачем пришли. Из толпы вытолкнули вперед Александра. Это сделали иудеи. Александр жестом призвал народ к тишине, чтобы сказать защитную речь. Но когда все узнали, что он иудей, то стали в один голос кричать «Велика Артемида Эфесская!» И кричали около двух часов. Тогда к народу вышел один из начальников города. Он успокоил их и сказал «Эфесяне, разве неизвестно всему миру, что город Эфес является хранителем храма Великой Артемиды и упавшего с небес ее изображения?» Это неопровержимый факт, поэтому вы должны успокоиться и не поступать опрометчиво. Вы привели сюда этих людей, хотя ни один из них не обокрал храма и не оскорбил нашей богине. Если у Дмитрия и у других мастеров на кого-либо жалоба, то у нас для этого есть суд и власти. Туда вы можете приносить обвинения друг на друга. Если у вас есть еще какие-либо вопросы, то представьте их на рассмотрение законного собрания. Есть опасность, что после сегодняшних событий нас могут обвинить в мятеже и в таком случае нам не о чем будет оправдаться. И с этими словами он распустил собрание. Путешествие Павла в Македонию и Грецию когда беспорядки утихли Павел созвал учеников ободрил их попрощался и отправился в Македонию. Проходя через разные области Павел многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию он провел там три месяца. Когда он собирался отплыть в Сирию иудеи подготовили покушение на него и он узнав об этом решил возвращаться через Македонию. Его сопровождали Сапатр Сен-Пиро из Вереи Фессалоникийцы Аристарх из Секунд Гай из Дервия и Тимофей а также Тихик и Трофим из провинции Азии. Они пошли вперед и ожидали нас в Трааде. Мы же после праздника пресных хлебов отплыли из Филипп и через пять дней присоединились к ним в Трааде. Там мы пробыли семь дней. Евтих воскрешен из мертвых. В первый день недели мы собрались вместе для преломления хлеба. Павел беседовал с ними и, так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павел долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. «Не волнуйтесь», сказал он, «он жив». Павел поднялся наверх, разломил хлеб и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Павел отправился в путь, а молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало. Путешествие из Троады в Милет. «Мы сели на корабль и отправились в Ас, намереваясь забрать там Павла. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. В Ассе он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Митилину. Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиосу. Спустя еще день мы пристали в Самосе, а еще через день в Милете. Павел решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азии, так как он спешил, желая успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы. Павел говорит со старейшинами Эфесской церкви. Из Милета Павел послал в Эфес, прося старейшин церкви прийти к нему. Когда те пришли, он сказал им, «Вы знаете, как я жил здесь у вас все время с первого дня, когда я пришел в провинцию Азии. Я со смирением и слезами служил Господу, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров иудеев. Я не упускал ничего из того, что было бы полезно вам, проповедуя и уча вас всенародно и по домам. Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Богу и верить в нашего Господа Иисуса. Сейчас же я, понуждаемый духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут узы и страдания. Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение. Свидетельствовать радостную весть о благодати Божией. И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о Царстве, никогда меня больше не увидите. Поэтому я заявляю сегодня, я не повинен ни в чьей погибели, потому что я без утайки возвещал вам весь Божий план. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы посли Церковь Божью, которую Он приобрел себе ценой своей собственной крови. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стада не пощадят. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. Поэтому будьте бдительны. Помните, что я целых три года предупреждал со слезами день и ночь каждого из вас. Сейчас я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь, мы должны помогать слабым. Помня слова Господа Иисуса, блажение давать, чем принимать. Сказав это, Павел преклонил вместе со всеми колени и помолился. Все плакали и, обнимая Павла, целовали его. Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Павла до корабля. Путешествие в Иерусалим. Расставшись с ними, мы вышли в море и направились прямо на остров Кос. На следующий день мы прибыли в Родос и оттуда отправились в Потару. Там мы нашли корабль, направлявшийся в Финикию, сели на него и отправились дальше. Мы миновали Кипр, оставив его слева и держа курс на Сирию. Мы пристали к берегу в Тире, потому что там наш корабль должен был оставить груз. В Тире мы нашли учеников и пробыли у них семь дней. Они, получив откровение от Духа о предстоящем, начали убеждать Павла не ходить в Иерусалим, но, когда подошло время, мы отправились дальше. Все ученики, их жены и дети провожали нас из города, и на берегу мы преклонили колени и молились. Попрощавшись с ними, мы сели на корабль, а они возвратились домой. Продолжив плавание, мы из Тира прибыли в Птолимаиду. Там мы приветствовали братьев и провели с ними один день. А на следующий день мы отправились в путь и пришли в Кесарию, и остановились в доме проповедника радостной вести Филиппа, одного из семи помощников. У него были четыре незамужних дочери, пророчицы. После того, как мы пробыли там много дней, из Иудеи пришел пророк по имени Агав. Он подошел к нам, взял пояс Павла, связал им себе ноги и руки и сказал, Святой Дух говорит, так иудеи в Иерусалиме свяжут и отдадут в руки язычников того, кому принадлежит этот пояс. Услышав это, и мы, и местные стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Но Павел на это ответил, Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса. Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении, мы умолкли, сказав только, Пусть свершится воля Господа. Затем мы собрались и отправились в Иерусалим. С нами пошли некоторые ученики из Кесарии. Они привели нас в дом Киприотом Нассона, давнего ученика, у которого мы и остановились. Совет Иакова Павлу Когда мы явились в Иерусалим, братья радушно нас приняли. На следующий же день Павел вместе с нами пошел к Иакову. Там были все старейшины. Павел поприветствовал их и подробно рассказал о том, что Бог сделал среди язычников через его служение. Они выслушали его и прославили Бога, затем они сказали Павлу, брат, ты видишь, сколько тысяч иудеев поверили, и все они ревнители закона. А тебе они слышали, что ты учишь иудеев, живущих среди язычников, отступлению от закона Моисея, и советуешь не обрезать своих сыновей и вообще не жить по нашим обычаям. Что же делать? Они, конечно, услышат о том, что ты пришел. Поэтому сделай, что мы тебе скажем. Среди нас есть четыре человека, принявших обед. Возьми их, пройди вместе с ними обряд очищения и заплати за них, чтобы они могли обреть головы. Тогда все увидят, что слухи о тебе неверны, и что ты живешь по закону. Что же касается верующих язычников, то мы написали им о нашем решении. Они должны воздерживаться от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от разврата. На следующий день Павел взял с собой этих людей и прошел вместе с ними обряд очищения. Затем он вошел в храм и объявил, когда очищение будет окончено и когда за каждого из них будет принесена жертва. Арест Павла На исходе семи дней несколько иудеев из провинции Азии, увидев Павла в храме, возмутили всю толпу и схватили его с криком «Израилитяне, помогите!» Это тот человек, который всех повсюду учит против нашего народа, нашего закона и нашего храма. Сейчас он к тому же привел в храм греков, чем и осквернил это святое место. До этого в городе они видели Павла вместе с официанином Трофимом и предположили, что Павел привел его в храм. Весь город пришел в смятение, сбежался народ. Павла схватили, выволокли из храма и ворота храма сразу же были заперты. Они уже намеревались убить Павла, но весть о том, что весь Иерусалим охвачен волнением, дошла до командира римского полка. Он сразу же взял несколько солдат и сотников и бросился к толпе. Когда иудеи увидели командира полка и его солдат, они перестали избивать Павла. Командир, подойдя, арестовал Павла и приказал связать его двумя цепями. Он спрашивал у народа, кто это такой и что он сделал. Одни в толпе кричали одно, другие другое, и так как при таком шуме он не мог понять ничего определенного, то приказал отвезти Павла в казармы. Когда они были уже на лестнице, толпа стала напирать так, что солдатам пришлось буквально нести Павла. Множество народа шло за ними, крича «Смерть ему!» Павел обращается к народу. Уже перед самым входом в казарму Павел сказал командиру римского полка «Можно мне сказать тебе кое-что?» «Ты знаешь греческий?» спросил тот. «Значит, ты не тот египтянин, который недавно поднял бунт и увел за собой в пустыню четыре тысячи разбойников?» Павел ответил «Я иудей из Тарсов Киликии, гражданин крупного города. Прошу тебя, разреши мне обратиться к народу». Получив разрешение, Павел встал на ступени и жестом призвал народ к тишине. Когда наступила тишина, он заговорил по-еврейски. «Братья и отцы, разрешите мне высказаться в свою защиту». Когда они услышали, что он говорит по-еврейски, то вовсе утихли. И он сказал, «Я иудей, уроженец Тарсов Киликии, но воспитывался я в этом городе у Гамалиила и был в точности научен закону наших отцов. Я ревнитель дела Божьего, как и каждый из вас сегодня. Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Иисуса, арестовывал мужчин и женщин и отправлял их в темницы, свидетели тому первосвященник и весь совет старейшин. Я даже получил от них письма к братьям в Дамаске и отправился туда, чтобы арестовать тех, кто там был, и привезти их в Иерусалим для наказания. По пути, когда я уже подходил к Дамаску, около полудня меня вдруг озарил ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне, «Савл! Савл! Зачем ты преследуешь меня?» Я спросил «Кто ты, Господи?» Он ответил «Я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь». Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли. Я спросил «Господи, что мне делать?» Господь сказал «Встань и иди в Дамаск, там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать». Мои спутники за руку привели меня в Дамаск, так как я был ослеплен сиянием этого света. Там ко мне пришел человек по имени Анания, тщательно соблюдающий закон и уважаемый всеми местными иудеями. Он подошел ко мне и встав рядом сказал «Брат Саввл, прозри». И в тот же момент я прозрел и увидел этого человека. Он сказал «Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал его волю, увидел праведного и услышал голос из его уст. Ты будешь для всех людей свидетелем того, что ты видел и слышал. Немедли. Вставай, прими крещение и смой свои грехи, призвав его имя». Потом я возвратился в Иерусалим и когда я молился в храме мне было видение. Я увидел Господа, который говорил мне «Скорее выйди из-за Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Я ответил «Господи, эти люди знают, что я ходил из синагоги в синагогу, чтобы арестовывать и избивать тех, кто верит в тебя». Когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял там и одобрял это, я сторожил одежды его убийц». Тогда Господь сказал мне «Иди, я посылаю тебя далеко к язычникам». Павел перед командиром римского полка. До этих слов толпа слушала Павла, но тут они стали кричать «Стереть его с лица земли, он недостоин жизни». Они кричали, размахивали своими плащами и бросали пыль в воздух. Командир римского полка приказал увезти Павла в казарму. Он велел избить его и допросить, чтобы узнать, почему народ так негодует на него. Но когда Павла привязали, чтобы бить, он сказал стоявшему рядом сотнику «Разве позволено бить римского гражданина, к тому же без суда?» Когда сотник это услышал, он пошел и доложил командиру полка «Что ты делаешь? Этот человек римский гражданин?» сказал он. Командир вышел к Павлу и спросил «Ты римский гражданин?» «Да», ответил тот. Тогда командир сказал «Мне пришлось заплатить немало денег за мое гражданство». «А я даже родился римским гражданином», ответил Павел. «Те, кто должен был его допрашивать, сразу же отступили от него». Командир тоже встревожился, когда узнал, что он заковал в цепи римского гражданина. Павел перед высшим советом иудеев. На следующий день командир, желая точно узнать, в чем же иудеи обвиняют Павла, освободил его атаков и приказал, чтобы собрались первосвященники и весь высший совет. Затем он ввел Павла и поставил перед ними. Павел посмотрел на членов высшего совета и сказал, «Братья, вплоть до сегодняшнего дня я жил с чистой совестью перед Богом». Тут первосвященник Анания приказал стоявшим рядом с Павлом ударить его по губам. Павел тогда сказал, «Бог ударит тебя, стена ты подбеленная. Ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушаешь закон, приказывая бить меня». Те, кто стоял рядом с Павлом, сказали ему, «Как ты смеешь оскорблять Божьего первосвященника?» Павел ответил, «Братья, я не знал, что он первосвященник, ведь Писание говорит, «Не говори плохо о вожде твоего народа». Павел знал, что одни из них были саддукеями, а другие фарисеями, поэтому он громко сказал членам высшего совета, «Братья, я фарисей, сын фарисея, и меня судят за надежду на воскресение мертвых». Когда он это сказал, между фарисеями и саддукеями разгорелся спор, и собрание разделилось, потому что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов. Фарисеи же во все это верят. Поднялся громкий крик, некоторые учители закона из фарисеев встали и решительно заявили, «Мы не находим в этом человеке ничего плохого». Что, если ему говорил дух или ангел? Спор разгорелся настолько, что командир римского полка, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал солдатам забрать его от них силой и увезти в казарму. Следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал, «Не бойся! Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме». Заговор против Павла Наутро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. В заговоре участвовало более сорока человек. Они пошли к первосвященникам и старейшинам и сказали, «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Павла. Итак, вы и высший совет попросите командира римского полка привести его к вам, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы будем наготове и убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Об этом заговоре узнал племянник Павла, сын его сестры. Он пошел в казарму и рассказал об этом Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему, «Отведите этого юношу командиру, у него есть что-то важное сказать ему». Сотник отвел юношу командиру и доложил, и попросил привезти этого юношу к тебе. У него есть что-то важное сказать тебе. Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил, «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал, «Иудеи решили просить тебя привезти завтра Павла в высший совет, якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем. Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более сорока человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят на готове и только ждут твоего согласия исполнить их для выхода в Кесарию через три часа после того, как стемнеет. Приготовьте Павлу коня и смотрите, чтобы Павел был в безопасности доставлен к наместнику Феликсу, и он написал такое письмо. От Клавдия Лисия, достопочтенному Феликсу, наместнику Рима. Приветствую тебя. Этот человек был схвачен иудеями, и они собирались уже убить его, но я подоспел с воинами и спас его, так как узнал, что он римский гражданин. Желая узнать, в чем они его обвиняют, я привел его в их высший совет. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона, и что он не виновен ни в чем, заслуживающим смерти или тюремного заключения. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, и я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителем представить себе обвинение против него. Солдаты, выполняя приказ, взяли Павла и повели его ночью в антипатриду. На следующий день они отправили его с всадниками дальше, а сами возвратились в казарму. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Павла. Наместник прочитал письмо и спросил Павла, из какой он провинции. Узнав, что Павел из Киликии, он сказал, «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители», и приказал содержать Павла под стражей во дворце Ирода. Обвинение против Павла Пять дней спустя первосвященник Анания с некоторыми старейшинами и юристом Тертулом пришел в Кесарию, чтобы представить наместнику обвинение против Павла. Когда Павла ввели, Тертул представил обвинение против него. «Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении. Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушителем спокойствия. Он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. Он главарь Назарейской секты и пытался даже осквернить храм, поэтому мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но командир римского полка Лисий силой забрал его из наших рук, велев его обвинителям идти к тебе. Когда ты допросишь его, ты сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его. Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказанное истинно. Защитная речь Павла перед Феликсом наместник подал знак Павлу и тот начал защитную речь. Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что не больше двенадцати дней тому назад я пришел на поклонение в Иерусалим. Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме или же возмущал народ в синагогах или в каком-либо другом месте города. Они не могут доказать обвинений, которые сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в законе и у пророков, и у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей. Надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста перед Богом и перед людьми. После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования для бедных и принести жертвы. Меня застали в храме, когда я совершал обрядовое очищение. Но там не было никакой толпы и никаких беспорядков, пока не пришли несколько иудеев из провинции Азии, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал высший совет. Может быть я виновен в том, что выкрикнул там, меня судят сегодня перед вами за надежду на воскресение мертвых? Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, прервал слушание. Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придет командир полка Лисий, сказал он. Он приказал сотнику содержать Павла под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой иудеянкой по имени Друзила и послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, воздержании и будущем суде. Феликса это испугало и он сказал, «Довольно на сегодня, ступай, но при случае я тебя позову». Он также надеялся, что Павел предложит ему взятку и поэтому часто приказывал привезти его и беседовал с ним. Прошло два года и Феликса сменил порции фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице. Павел требует суда кесаря. Через три дня после прибытия в провинцию Фест отправился из Кесарии в Иерусалим, где первосвященники и иудейские начальники представили ему обвинение против Павла. Они настойчиво просили Феста оказать им милость и перевести Павла в Иерусалим. Сами же они собирались устроить на пути засаду и убить его. Фест ответил, «Павел находится под стражей в Кесарии и я сам скоро там буду. Пусть ваши руководители идут со мной и представят обвинение против него, если он сделал что-либо плохое». Проведя с ними не больше восьми, десяти дней, Фест возвратился в Кесарию и на следующий же день сел в судейское кресло и приказал ввести Павла. Когда Павел появился, иудеи, которые пришли из Иерусалима, стали обвинять его в многочисленных и серьезных преступлениях, но доказать их они не могли. Павел же, защищаясь, сказал, «Я ни в чем не повинен, ни против иудейского закона, ни против храма, ни против Кесаря». Фест хотел угодить иудеям, и поэтому спросил Павла, «Согласен ли ты идти в Иерусалим, чтобы тебя судили там, в моем присутствии, по представленным против тебя обвинениям?» Павел ответил, «Я стою перед судом Кесаревым, и им я и должен быть судим. Я не сделал иудеям ничего плохого, как ты и сам хорошо знаешь. Если я виновен и заслужил смерти, я готов умереть. Но если обвинения, выдвигаемые иудеями против меня, ложны, то никто не имеет права выдать меня им. Я требую суда Кесарева». Переговорив со своим советом, Фест объявил, «Раз ты потребовал суда Кесарева, то к Кесарю и отправишься». Павел перед царем Агриппой Несколько дней спустя в Кесарию навестить Феста прибыл царь Агриппа с Вереникой. Они провели там несколько дней, и Фест говорил с царем о деле Павла. «Здесь есть человек, оставленный в темнице Феликсом. Когда я был в Иерусалиме, иудейские священники и старейшины выдвинули против него обвинение. Они просили осудить его. Я же им сказал, что не в обычае у римлян выдавать человека до того, как ему будет дана возможность встретиться с обвинителями лицом к лицу и защититься. Они пришли со мной сюда, и я сразу на следующий же день сел в судейское кресло и приказал привезти этого человека. Встав вокруг него, они не обвинили его ни в одном из преступлений, о которых я предполагал. Но у них был спор по вопросам, касающимся их религии и некоего Иисуса, который умер, но о котором Павел заявлял, что он жив. Я не знал, как мне расследовать это дело, и спросил его, согласен ли он идти в Иерусалим и там предстать перед судом. Павел же потребовал рассмотрения его дела императором, и я приказал держать его под стражей, пока не отошлю его к кесарю. Агриппа сказал Фесту, «Я бы сам хотел послушать этого человека». «Завтра же услышишь», ответил Фест. На следующий день Агриппа и Вереника с большой пышностью вошли в зал суда с командирами римских полков и знатными людьми города. По приказу Феста ввели Павла. Фест сказал, «Царь Агриппа и все присутствующие, вы видите перед собой человека, на которого все множество иудеев жаловалось мне и в Иерусалиме, и здесь, в Кесарии, крича, что он не должен больше жить. Я же не нахожу в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти». Но поскольку он потребовал суда у императора, я решил отправить его в Рим. Но у меня нет ничего определенного, что я мог бы написать государю, и поэтому я вывел его к вам и особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы в результате допроса я знал, что мне написать. Я думаю, что неразумно посылать заключенного, не указав, в чем он обвиняется. Защитная речь Павла. «Тебе предоставляется возможность говорить в свою защиту», объявил Агриппа. Павел поднял руку и начал свою защитную речь. «Царь Агриппа, я счастлив, что могу сегодня защищаться перед тобой против всех обвинений иудеев, тем более, что ты хорошо осведомлен обо всех иудейских обычаях и спорных вопросах. Поэтому прошу тебя терпеливо выслушать меня. Иудеям хорошо известна моя жизнь среди моего народа в Иерусалиме от самой юности. «Они давно знают меня и, если только захотят, могут засвидетельствовать о том, что я жил как фарисей, принадлежа к строжайшему направлению в нашей религии. Сегодня же я стою перед судом за надежду на обещание Бога, данное нашим отцам. Исполнение этого обещания надеются достичь двенадцать родов нашего народа, день и ночь, ревностно служа Богу. За эту надежду, царь, представители нашего народа меня и обвиняют. Почему вы считаете невероятным то, что Бог воскрешает мертвых? Я тоже считал, что должен всячески противодействовать имени Иисуса из Назарета. Этим я и занимался в Иерусалиме, получив полномочия от первосвященников. Я отправлял в темницы многих святых, и когда их приговаривали к смерти, я подавал против них свой голос. Я часто наказывал их в синагогах, чтобы заставить их отречься от своей веры. Я был так разъярен на них, что преследовал их даже в чужеземных городах. Однажды с этой целью я направился в Дамаск с полномочиями и с поручением от первосвященников. И на пути туда, царь, я увидел в полдень свет с неба, который светил ярче солнца. Он осеял меня и моих спутников. Мы все упали на землю, и я услышал голос, который говорил мне по-еврейски, «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я спросил, «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты преследуешь», ответил Господь. «Поднимись и встань на ноги». «Я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я тебе покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, которым я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы грехи их были прощены и чтобы они тоже были среди тех, кого я осветил верой в меня». Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. Я проповедовал вначале тем, кто был в Дамаске, потом в Иерусалиме и по всей Иудее, а затем и язычникам, чтобы они раскаялись и обратились к Богу, и чтобы их дела послужили доказательством их покаяния. За это представители нашего народа исхватили меня в храме и хотели убить, но Бог до сегодняшнего дня помогает мне, и вот я стою здесь и свидетельствую малым и великим. Я не говорю ничего сверх того, что предсказали пророки и Моисей, а именно, что Христос должен был перенести страдания и первым, воскреснув из мертвых, возвестить свет и нашему народу и язычникам. Когда он таким образом защищался, Фест прервал его. Ты не в своем уме, Павел, закричал он, большая ученость довела тебя до безумия. Павел ответил «Достопочтеннейший Фест, я не сумасшедший, и то, что я говорю, истинно и разумно. Царю знакомо все это, и поэтому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это происходило не в углу. Царь Агриппа, ты веришь пророкам? Я знаю, что веришь. Ты думаешь в такой короткий срок и меня сделать христианином? Сказал Агриппа. Павел ответил, «Каким бы этот срок ни был, коротким или длинным, я молюсь Богу, чтобы не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими, как я, во всем, кроме этих цепей». Царь поднялся, и с ним поднялись наместник, вереника и те, кто сидел с ними. Они вышли, говоря друг другу. Этот человек не сделал ничего, заслуживающего смерти или темницы. Можно было бы его освободить, если бы он не потребовал суда у Кесаря, сказал Агриппа Фесту. Павел отправляется в Рим. Когда было решено, что мы отправимся в Италию, Павла и других заключенных передали сотнику по имени Юлий из императорского полка. Мы сели на Адрамитский корабль, который должен был заходить в порты провинции Азия, и отправились в путь. С нами был македонянин Аристарх из Фессалоники. На следующий день мы причалили в Седоне. Юлий хорошо обращался с Павлом и позволил ему навестить друзей, чтобы они позаботились о его нуждах. Мы опять вышли в море и прошли Кипр с подветренной стороны, чтобы избежать встречного ветра. Мы пересекли открытое море, омывающее берега Киликии и Памфилии, и причалили в Ликийском городе Миры. Там сотник нашел корабль из Александрии, направлявшийся в Италию, и посадил нас на него. В течение многих дней мы медленно продвигались вперед, и в конце концов, хотя и с трудностями, но прибыли в Книт. И так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы подплыли к Криту со стороны Салмоны. С трудом продвигаясь вдоль побережья, мы прибыли вместо называемой Хорошей Пристани, недалеко от города Лосея. Так как мы потеряли уже много времени, и плавание становилось опасным, потому что даже Иудейский Осенний пост уже прошел, Павел предупредил Я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Сотник же вместо того, чтобы послушать Павла, последовал совету капитана и владельца корабля. Порт этот был непригоден для зимовки, и большинство решило отправиться дальше, чтобы попытаться доплыть до Финика и там зазимовать. Финик был пристанью на Крите, открытой для юго-западного и северо-западного ветров. Шторм Подул легкий южный ветер, и, решив, что он-то им и нужен, моряки подняли якорь и поплыли вдоль побережья Крита. Немного времени спустя с острова подул ураганный северо-восточный ветер, называемый Эврокелоном. Он подхватил корабль, который не мог двигаться против ветра. Тогда мы отдались на волю волн и носились, гонимые ветром. Мы оказались с подветренной стороны маленького острова Кавда. Там нам с большими трудностями удалось сохранить лодку. Когда ее подняли на корабль, матросы провели канаты под кораблем и обвязали его. Из страха сесть на песчаные отмели сирта, они спустили паруса и продолжали плыть сносимые ветром. Шторм так сильно бросал корабль, что на следующий день они стали сбрасывать груз за борт. На третий день они своими руками выбросили за борт корабельные снасти. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. Мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди долго ничего не ели. Тогда Павел встал среди них и сказал, «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать открыто, тогда у вас не было бы этих бед и потерь. Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. Он сказал мне, «Павел, не бойся, ты должен предстать перед кесарем, и Бог по своей милости даровал так же жизнь и всем, кто плывет с тобой, так что не бойтесь, я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров». Кораблекрушение На четырнадцатые сутки, когда нас все еще носило по Адриатическому морю, в полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Они замерили глубину и оказалось, что глубина была двадцать сажен. А когда замерили немного позже, глубина была уже пятнадцать сажен. Матросы боялись, что нас ударит о камни и спустили с кормы четыре якоря, молясь, чтобы скорее наступил день. Они попытались бежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, делая вид, что хотят опустить якорь с носа корабля. Павел сказал сотнику и солдатам. Если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись. Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море. На рассвете Павел стал уговаривать людей поесть. «Последние четырнадцать дней вы постоянно находитесь в напряжении, ничего еще не ели», сказал он. «Я настоятельно советую вам поесть, и это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волос с головы не упадет». Сказав это, Павел взял хлеб, поблагодарил за него Бога перед всеми, разломил и стал есть. Людей это ободрило, и все принялись за еду. Всего на борту нас было двести семьдесят шесть человек. Когда люди досыто поели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом, которому они решили пристать, если удастся. Обрубив якоря и оставив их в море, матросы развязали рулевые весла, подняли малый парус и направили судно к берегу. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубоко увяз и был неподвижен, а к корму разбивали волны. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Но сотник хотел спасти Павла и остановил их. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первыми и плыть к берегу. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Таким образом, все благополучно выбрались на берег. На Мальте Спавшись, мы узнали, что остров называется Мальта. Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе, так как было холодно и шел дождь. Когда Павел, собрав охапку хвороста стал бросать его в костер, ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Когда жители острова увидели, что с руки Павла свисает змея, они стали говорить друг другу. Без сомнения, этот человек убийца, он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых. Но Павел стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать или внезапно упадет мертвым, а они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Неподалеку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий. Он радушно принял нас у себя, и три дня мы гостили у него. Отец Публия был болен и лежал Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получали исцеление. Они воздали нам много почестей, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас в дорогу всем необходимым. Прибытие в Рим Спустя три месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Палукса. Мы приплыли в Сиракузы и пробыли там три дня. Оттуда мы, идя галсами, прибыли в Риги. На следующий день подул южный ветер и мы прибыли в Путиолы. Там мы нашли братьев и они попросили нас провести с ними неделю. И вот мы наконец прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть и вышли навстречу нам до самой Апиевой площади, а другие до городка три гостиницы. Когда Павел увидел их, он поблагодарил Бога и ободрился. Мы прибыли в Рим и Павлу разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который истерег его. Служение Павла в Риме. Три дня спустя Павел созвал руководителей иудейской общины Рима. Когда они собрались, он сказал им, «Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслуживал бы смерти. Но поскольку предводители иудеев возражали, я вынужден был потребовать суда у кесаря, и сделал я это вовсе не для того, чтобы в чем-либо обвинить мой народ. Я и созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами. Ведь за надежду Израиля на мне эти цепи». Слушавшие Павла ответили, «Мы не получали о тебе никаких писем из Иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого. Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте». Они условились с Павлом, и в назначенный день к нему домой пришло еще больше народу. Павел с утра и до вечера говорил им о Божьем царстве и свидетельствовал им об Иисусе словами из закона Моисея и из пророков. Некоторых он убедил, другие же не верили. У них начались разногласия между собой, и когда они стали уходить, Павел произнес такие слова, «Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию, «Пойди к этому народу и скажи, вы будете слушать и слушать, но не поймете, будете смотреть и смотреть, но не увидите». Сердце этого народа ожесточилось, они с трудом слышат ушами и глаза свои закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Итак, знайте, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат эту весть. После этих слов иудеи разошлись, горячо споря друг с другом. Павел жил в Риме еще целых два года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно возвещал Царство Божие и учил о Господе Иисусе Христе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...